добрый день в этом видео я расскажу как собирается элайт скьюб производства компании mf8 также его называют элитный скьюб или скьюб 7 на 7 если посчитать слои 1 2 3 4 5 6 7 получается 7 но вращаются из них не все доступно такое вращение такое такое и все эти уже в этой плоскости вращать не получится фактически вращаются четыре слоя от компании diane есть тоже головоломка которая называется кьюб 7 на 7 здесь тоже если посчитать 1 2 3 4 5 6 7 слоев здесь также вращаются не все вращается так так и вот так тоже 4 слоя дополнительно к этому вращаются еще маленькие уголки несмотря на внешнее сходство это разные головоломки и собирается не одинаково сегодня мы будем рассматривать только скьюб от компании mf8 это элитный скьюб а значит в основе здесь механизм обычного скьюба да это действительно так и по форме и по механизму вращения это скьюб но скьюб более многослойный на этом скьюбе есть ребра которых нет на обычном скьюбе поэтому правильнее было бы сравнивать с мастер скьюбом элитный скьюб ничто иное как более многослойная версия мастер скьюба причем мастер скьюба производства lan lan от даяна головоломка имеет другой механизм вращений посмотрим на сходство и различия этих головоломок у мастер скьюба вращаются три слоя у элитного скьюба четыре и это главное отличие если в мастер скьюбе средний слой разделить на две части то мы как раз и получим элитный скьюб разрез среднего слоя проходит по лепесткам и ребрам связи с этим углы и центры остаются такими же как на мастер скьюбе ну естественно не немножко другого размера рекс центры или лепестки стали состоять из двух элементов один был на мастер скьюбе на элитном скьюбе их теперь два ребра разделились на четыре элемента в итоге получается что принцип сборки элитного скьюба основан на его редукции к мастер скьюбу а для этого нужно объединить элементы ребер и элементы рекс центров или лепестков а далее головоломку собрать как мастер скьюб я собираю элитный скьюб именно таким способом сборку можно разделить на четыре неравнозначных этапа первый самый простой это нужно спарить вот эти двухцветные ребра процесс индуитивные и не требует особых алгоритмов далее спаренным двухцветным ребрам нужно добавить вот эти квадратики здесь же потребуется алгоритм который за раз он будет перемещать три таких элемента при этом он будет еще задействовать элементы рекс центров поэтому лепестки мы будем собирать в последнюю очередь после того как мы объединим четыре элемента каждого из 12 ребер необходимо будет спаривать лепестки для этого мы будем использовать трицикл из мастер скьюба для чистой перестановки центров которые в своих сборках не использую ну и четвертым этапом надо будет собрать элитный скьюб как мастер скьюб в этом видео я не буду подробно останавливаться на процессе сборки при желании можете посмотреть обучающие видео по мастер скьюбу по ссылке в описании здесь же покажу основные алгоритмы и пример сборки язык вращения который я использую для подобных головоломок основан на нотациях сара и вца для обычного скьюба р р штрих л л штрих у у штрих задний нижний б б штрих к этим движением добавляем f f штрих д д штрих еще вращение правого верхнего и левого верхнего уголка поскольку движение r уже были в нотации вца здесь мы будем использовать маленькие буковки вращение нижних уголков r большое вращение верхних уголков r малое r малое r малое штрих или малое или малое штрих перехваты y y штрих z z штрих x x штрих для элитного скьюба будет выглядеть следующим образом r r штрих л л штрих у у штрих б б штрих f f штрих и передний нижний д д штрих r малое r малое штрих л малое или малое штрих так как головоломка многослойная потребуется еще движение внутренних слоев мы будем делать совместно с внешними к примеру если вот это движение r малое вот движение совместно с внутренним слоем будет r малое в или r малое w для краткости я буду говорить в соответственно r в штрих если нужно захватить три слоя то будем писать три р малое в и 3 р малое в штрих аналогично для слоя д если вот это д то вот это д в вот это 3 д в и в обратную сторону д штрих д в штрих 3 д в штрих перехваты y y штрих z z штрих x x штрих на первом этапе нам нужно спарить двухцветные реберные элементы например есть бело-синий рядом с ним нужно поставить еще один бело-синий причем первые три элемента можно собрать в одно два движения 1 бело-синий и 2 бело-синий в одно движение мы их располагаем рядом и спариваем 1 из 12 пар также мы можем сделать еще пару раз примеру для сине-красного можем движение вот этих слоев подвести сюда сине-красный элемент давайте его поищем здесь нет здесь вот собралась вторая пара дальше желто-красный ищем второй желто-красный элемент он находится здесь а вот такое движение не объединяется значит нужно как-то повернуть объединяются элементы которые располагаются на разных гранях вот эти располагаются на одной грани а нужно чтобы к этому элементу подошел элемент откуда-нибудь отсюда а чтобы вот этот элемент оказался здесь нужно просто повернуть вот этот уголок движение нижних углов никак не влияют на расположение элементов вот на этих местах если у вас собраны здесь ребра вот это движение на них никак не повлияет на собраны сине-красные бело-синие теперь мы пытаемся собрать желто-красное вот желто-красный элемент мы сюда подвели и они стоят рядом если мы попробуем таким же образом собирать еще ребро то в процессе сборки мы будем разрушать уже собранные если сильно постараться то можно еще одно-два собрать но чаще всего это бывает уже неэффективно поэтому показываю как собираются остальные ребра так чтобы не разрушить уже собранные а собра у нас пока три пары бело-синие сине-красное красно-желтые давайте соберем бело-зеленые элементы один бело-зеленый есть ищем второй вот второй они располагаются на одной грани значит их нельзя совместить нужно вот этот бело-зеленый куда-нибудь отвести отвели его сюда и теперь в одно движение эти элементы соединяются но при таком движении у нас будет разрушаться пара которая стоит здесь желто-красное а значит нужно совместить эти элементы заменить на какую-то несобранную пару и вернуть первое движение обратно совмещать мы будем вот таким движением вот они два стали теперь мы используя какие-то из этих вот ребер заменим собранную пару на несобранную у нас это не собрано а это собрано это трогать не будем вот на эту менять тоже не будем так как она на линии движения если мы переместим вот эту пару сюда она опять разобьется значит мы должны переместить либо сюда либо сюда а проще нужно сделать пиф-паф таким образом чтобы на это место стало вот это несобранное ребро для этого мы отведем вот это ребро в сторону на его место поставим наше собранное отменим первый ход и отменим второй ход в итоге бело-зеленая пара которую мы здесь собирали переместилась сюда в безопасность мы отменяем первое движение и у нас возвращается желто-красная пара сохраняется бело-красная и вот вновь созданное бело-зеленое и таким образом продолжаем собирать все 12 пар пока у нас есть 4 за раз мы можем не только одно ребро собрать а два но чаще всего это смоделировать сложно поэтому собираем по одному но если повезет мы будем не против продолжаем бело-оранжевое ребро к нему нужно такое же ищем бело-оранжевое вот еще бело-оранжевое они располагаются на разных гранях поэтому вот в такое движение их можно объединить давайте посмотрим вот на этой грани есть не собранное ребро значит можно обмен совершить здесь это ребро поднимаем и помещаем рядом с бело-оранжевым теперь меняем это ребро вот на это для того чтобы переместить вот это ребро сюда мы делаем левый пив-паф на вот этой грани подводим сюда место вставляем в него собранное ребро отменяем ход отменяем ход в итоге наше собранное ребро эта белая оранжевая пара переместилась сюда а на его место какая-то не собранная пара отменяем первый ход и здесь осталось что-то не собранное а эти два собранные продолжаем зеленое оранжевое одно ищем еще одно вот еще одно они находятся на разных гранях значит их можно объединить таким движением на линии движения у нас получается вот этот слот а не важно что здесь собранное ребро мы его задействовать все равно не будем таким движением ставится на место и вот эти два мы можем использовать для замены но эти два ребра собранные можем также для замены использовать какое-то ребро вот отсюда да здесь не собранное а значит мы наше собранное ребро отводим вот сюда отвели сюда подгоняем не собранное отменяем это движение и отменяем это движение возвращаем самый первый поворот видим что а белая красная пара не сломалась у нас появилась еще одна пара здесь уже четыре правильных ребра смотрим дальше здесь правильно здесь правильное здесь нет и здесь нет как можно было догадаться в обмене участвуют три пары их нужно разместить так чтобы часть одной пары объединилась частью другой а третья пара была на замене смотрим синяя оранжевая здесь синяя оранжевая мы можем их вот так вот объединить но нас не собранная пара вот это и она получается на линии сдвига мы отсюда уберем но если мы просто повернем он повлечет за собой вот эту пару поэтому здесь можно как-нибудь отвести в сторону еще подальше и вернуть это движение на место после чего объединяем сине-оранжевые элементы и заменяем вот эту пару на несобранное не задействуя вот этот слот чтобы этот элемент перенести сюда мы используем правый пиф-паф вот на этом ребре опустим то ребро на который будем менять подведем сюда правильное ребро заменим и отменим это движение в итоге сюда встала несобранное ребро отменяем первоначальный поворот и видим что пара собрана 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 дальше собрана 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 но и здесь все четыре собрана а значит этап завершён он интуитивный мы используем принцип совмещения и замены на несобранное подобным образом поступают во многих головоломках и если вы уже решили собирать элитный скюб вам принцип должен быть знаком главное когда вы заменяете при помощи пиф-пафов элементы не используете элементы со сдвигаемого слоя иначе у вас до конца не будут собираться все пары также как можно заметить не всегда нужно доделать пиф-паф до конца если движение не задействует сдвигаемый слой то его можно не доделывать следующий этап гораздо сложнее для перемещения вот этих маленьких квадратиков мы будем использовать следующий алгоритм так называемым пиф-паф через движение д и р малая в после чего мы выдвигаем вот этот слой внутренний для этого делаем движение 3dv и dv штрих три слоя в одну сторону два в обратную после этого отменяем тот пиф-паф который мы сделали в начале а а именно делаем движение р малая в д р малая в штрих д штрих и возвращаем на место вот этот средний слой для этого делаем движение 3dv штрих д в начальная позиция у нас была вот такая я делаю небольшой перехват чтобы удобнее было делать движение д посмотрим что получилось весь скьюб практически собран но переместились три пары элементов отсюда белые элементы переместились сюда отсюда красные переместились вот сюда и синие переместились сюда помимо маленького квадратика перемещается еще кусочек рекс центра на него мы пока внимание обращать не будем лепестки собираются следующим этапом сейчас нам важно перемещение вот этих квадратиков повторим алгоритм движение d можно заменять на игрек штрих и р но для удобства без перехватов я в записи использую именно букву d вы можете это воспринимать так как вам удобнее перемещаем вот этот элемент сюда этот сюда а а этот сюда выполняем d r малое в д штрих р малое в штрих 3dv dv штрих отменяем пиф-паф рв д р в штрих д штрих 3dv штрих дв видим что элементы опять переместились ну и третье повторение вернет вам элементы на место интересно отметить что углы центры ничего больше не перемещается это чистый трицикл который перемещает только вот этот элемент с половинкой рекс центра получается для того чтобы собрать квадратики нужно найти элемент который нужно переставить сюда отсюда элемент должен пойти сюда этот же был бы хорошо чтобы переместился сюда редко получится что все три элемента станут сразу на свои места но если это будет 2 это уже очень хорошо д р малое в д штрих р малое в штрих 3dv д в штрих р в д р в штрих д штрих 3dv штрих д в теперь попробуем применить это на практике вот желтый квадратик его нужно переместить сюда отсюда зеленый переместиться вот на это место но здесь желтые реберные элементы поэтому чтобы у нас больше элементов собиралось надо сюда расположить что-то зелененькое поищем поблизости вот поблизости что-то зеленое так видим зеленые ребра сюда нужен зеленый элемент посмотрим как у нас картина собирается этот желтый квадратик переместиться сюда станет на свое место этот зеленый квадратик переместиться сюда встанет на свое место вот этот синий вернется вот на это место и просто будет здесь стоять в итоге мы два квадратика уже поставим на свои места что в принципе неплохо идеально когда 3 но так бывает не всегда мы имеем перестановку этот элемент сюда этот элемент сюда вот этот синий переходит сюда выполняем алгоритм d rv d штрих rv штрих 3dv dv штрих отменяем rv d rv штрих d штрих 3dv штрих dv смотрим все на месте вот это стало на место этот на место ну а синий как и предполагалось перешел красному смотрим дальше что можно собирать удобнее собирать сначала полностью разрозненные ребра то есть вот у этой пары два элемента не подходит к ней бы хорошо вот сюда поставить оранжевый оранжевый значит должен находиться здесь поищем элемент с оранжевым квадратиком вот у нас оранжевый квадратик любыми способами переставляем его сюда получается что вот этот оранжевый перейдет сюда и встанет на свое место дальше вот этот желтый будет переходить вот сюда здесь красные ребрышки должны быть желтые поищем что-нибудь желтые вот это желтые здесь есть но мы его сюда не развернем она будет другой ориентации но зато вот это можно переставить сюда но она уже собрана поищем еще вот здесь два желтеньких попробуем их туда отправить да смотрим получается в итоге вот этот оранжевый переходит сюда этот желтый переходит вот сюда и красный переходит на синее место что ж теперь два встанут на места выполняем алгоритм перестановка отсюда сюда отсюда сюда но этот станет на это место д рв д штрих рв штрих выдвигаем внутренний слой следим за тем чтобы вот эти двухцветные реберные элементы не разрушались не разъединялись на что-то зеленое зеленого поблизости вот что то есть так но она сюда становится неудобно что-то другое зеленое вот другое зеленое так вот этот элемент у нас перейдет вот сюда здесь оранжевый значит сюда нужно поставить что-то оранжевое здесь синий слот ищем оранжевый вот оранжевый проверяем зеленый перейдет сюда оранжевый перейдет сюда синий сюда и на удивление соберутся все три все три квадратиков встанут на свои места выполняем алгоритм д рв д штрих рв штрих выдвигаем внутренний слой отменяем рв д рв штрих д штрих возвращаем внутренний слой так хорошо три квадратик встали на места дальше вот сюда хорошо бы синий элемент он здесь есть синий становится сюда красный должен стать сюда но здесь собрана и мы видим что здесь красные ребрышки а значит сюда вернуться должен тоже красный в случае когда красно-синее и здесь сине-красное можно на это место поставить собранный красный элемент ну или просто любой красный тогда у нас соберутся два вот этих перестановка тройная то есть представляется сразу три элемента но имеется ввиду квадратики пока на лепестки внимание не обращаем поэтому в некоторых случаях можно использовать элемент собранный так чтобы он не разрушился давайте посмотрим как это выглядит находим какой-то красный ну к примеру вот красный элемент это может быть как собранный так и не собранный получается синий перейдет сюда все соберет красный перейдет сюда ничего не поменяет а вот этот красный перейдет сюда и соберет вот это ребро ну половинку выполняем алгоритм д рв д штрих рв штрих выдвигаем рв д рв штрих д штрих возвращаем что получаем красное собралось синее собралось а вот это не изменилось на его месте могло быть собранное красное ребро и оно бы не разрушилось продолжаем вот сюда нужен белый элемент если у нас поблизости какой-то белый да есть сверху белый перейдет сюда этот должен перейти вот сюда на синее место синее место видим здесь далеко ну да ладно перенесем так белый идет сюда синий сюда к сожалению синее место стало не в той ориентации неудачно попробуем вот это вот это удобно белый сюда синий сюда зеленый сюда опять три элемента соберутся я не специально так сделал это повезло я собираю хотя бы два выполняем алгоритм д рв д штрих рв штрих выдвигаем средний слой рв д рв штрих д штрих задвигаем постоянно проверяем что вот эти ребра вернулись на свои места то что они остаются спаренными здесь проще всего ошибиться заботиться в количестве слоев и разрушить сборку поэтому будьте внимательнее продолжаем здесь красный его нужно куда-то в красное место переставить есть красное место но стоят они не так если мы будем передвигать не получится вот красное место отсюда перейдет сюда раньше квадратик нужно переставить на оранжевое место здесь синие это оранжевая не той ориентации не поможет ищем еще раньше вы а у нас получается красно-оранжевая красно-оранжевая то есть нужно какой-то оранжевый элемент просто найти чтобы он не поменялся для этого мы выберем какой-нибудь такой элемент к сожалению нет это тоже не подходит сейчас другой вот оранжевый в нужной ориентации красный перейдет сюда соберет оранжевый перейдет сюда ничего не изменит и вот это оранжевый перейдет сюда соберет такие пар бывают их боятся тоже не нужно алгоритм д рвд штрих рв штрих выдвигаем рвд рв штрих д штрих возвращаем так дальше сюда нужен синий элемент вот свободный синий далеко давайте попробуем поближе так так отсюда синий перейдет сюда здесь нужно оранжевое место где-то здесь было получаем синий сюда оранжевый сюда желтый перейдет сюда ну два соберутся д рвд штрих рв штрих выдвигаем рвд рв штрих д штрих возвращаем дальше вот этот желтый их неплохо был бы сюда поставить отведем от эту сторону это расположим на верхнюю грань а это вернем желтый переходит сюда значит здесь нужно что-то белое белое ищем вот белое так что получаем желтая переместиться сюда белый квадратик сюда красный сюда соберутся все три по всей видимости это последний элемент который мы соберем на этом этапе алгоритм д рвд штрих рв штрих выдвигаем рвд штрих д штрих возвращаем проверяем все ребра они должны быть из четырех элементов все правильные здесь четыре собраны раз два три 4 собрана и здесь четыре тоже собраны мы полностью собрали ребра каждое ребро состоит из четырех элементов переходим к спариванию лепестков для спаривания половинок лепестков мы будем использовать алгоритм основанный на чистой перестановке лепестков из мастерскюба я его в сборке мастерскюба не использую но для элитного он пригодится как выглядел первоначальный алгоритм подвигается вот этот элемент движениями рв р штрих после чего делается три хода верхними уголками р малая штрих эль эр малая возвращается вот этот средний слой движениями рв штрих эр и восстанавливаются элементы р малая штрих эль малая штрих эр малая мы видим что переставились три лепестка отсюда элемент ушел сюда отсюда сюда и отсюда сюда здесь 10 движений которые позволяют переставить лепестки чисто не задействуя никакие другие элементы на элитном склюбе это будет выглядеть следующим образом мы выдвигать будем не весь средний слой а только его половину причем алгоритм останется тот же выдвигаем внутренний слой делаем три хода от пиф-пафа сверху возвращаем внутренний слой и восстанавливаем в результате мы видим что этот маленький элемент перешел сюда отсюда элемент перешел сюда а оранжевый переместился сюда этот трицикл позволяет спаривать половинки лепестков нам не нужно держать остальные элементы в неизменном положении так как мы будем спаривать лепестки а после еще собирать как мастерский юб поэтому алгоритм можно значительно упростить допустим у нас вот такая ситуация синий нужно отправить сюда оранжевый сюда а красный вернуть на это место перестановка трех элементов все остальное у нас собрана но в реальности она все будет размешано до состояния мастерский юб и что же мы сделаем вместо того чтобы выдвигать средний слой сделаем движение рв после чего сделаем те же три хода от пиф-пафа р малая штрих эль малая р малая и вернем движение рв на место рв штрих и что же получилось да что-то у нас здесь намешано но элементы которые мы собирали они собрались все лепестки спарены и это хорошо и именно эти пять движений мы будем использовать для спаривания лепестков ну и посмотрим как то работает на практике вот этот элемент оранжевый можем переставить вот сюда красный перейдет вот сюда а желтый вернется вот сюда нужно расположить лепестки таким образом чтобы максимально что-то собралось на элитном sky юбе если соберется хотя бы одна пара то это уже неплохо поэтому для вот этого оранжевого мы найдем что-нибудь оранжевое и оранжевый элемент должен быть сверху давайте поищем что-нибудь вот подворачиваем какой-то уголок смотрим вот этот оранжевый переместиться вот сюда и соберет вот эту конструкцию вот этот белый переместиться сюда и ничего не соберет этот красный вернется вот сюда и станет рядом с белым можно конечно так и оставить и собрать просто оранжевый лепесток давайте так и поступим делаем рв и отменяем первый штрих смотрим все целое все на месте и у нас где-то оранжевая пара собралась вот она она не будет оставаться на месте так как мы из-за длинного алгоритма используем все пять ходов которых нам достаточно смотрим дальше вот этот желтый можно куда-то к желтому переместить вот желтая смотрим желтая перемещается сюда здесь собранное это нехорошо нужно на что-то заменить но мы видим что вот здесь вот сверху напомним перестановка идет отсюда сюда и отсюда сюда но мы легко можем вот эту конструкцию переместить вот сюда для этого из основного положения мы отводим правую часть скьюба вместе с этим средним слоем то есть движение 3 рв штрих на себя здесь поворачиваем получается движение у и возвращаем 3 рв что получаем этот желтый переместиться вот сюда соберет вот этот синий переместиться сюда и соберет вот это от от оранжевый переместиться сюда и ничего не соберет собрать два это уже очень хорошо выполняем рв 3 хода от пиф-пафа 1 штрих ну а здесь как было так осталось движемся дальше здесь что-то оранжевое и вот что-то оранжевое так оранжевая переместиться сюда белое сюда здесь собранное мы также на это место легко можем перемещать элемент который здесь не разрушая все остальное для этого мы делаем вот такое движение получаем оранжевое переместиться сюда соберет белое сюда соберет и зеленое сюда тоже соберет идеальная ситуация когда соберется сразу три пара лепестков делаем наши пять ходов рв 3 хода от пиф-пафа 1 штрих и вот нас один собрался и где-то еще два движемся дальше вот это красное должно пойти красному здесь нет поблизости где-то что-то не очень точно если сразу не находится лучше выбрать что-то другое вот белый и вот белая мы смотрим элементы принадлежащие диагональным углам на одной грани который можно расположить вот это беленькая перейдет вот сюда соберет здесь должно быть что-то зеленое его нет но видим его вот здесь верхний зеленый получается белый переходит сюда зеленый сюда желтый сюда опять идеально 3 лепестка соберутся рв 3 хода от пиф-пафа 1 штрих движемся дальше оранжевый и вот оранжевая этот элемент сюда желтый сюда зеленый сюда ну вот получается ситуация как и с ребрами желто-оранжевый желто-оранжевый если мы поставим вот сюда желтый элемент какой-то то он вернется сюда соберется это и соберется это что неплохо а желтый у нас как раз здесь причем не важно что он собранный он не разрушится оранжевый переходит сюда собирает оранжевая желтая переходит сюда не изменяет желтая и вот этот желтый переходит сюда собирает желтые делаем пять ходов Так, еще два лепестка собрались Смотрим дальше Так, вот здесь есть синий И здесь есть синий Синий перейдет сюда, соберет Зеленый перейдет сюда, не соберет Так, а здесь собранное, надо ее в любом случае на что-то заменить Так Вот так Кстати, неплохо получилось Синий сюда соберет синий Зеленый сюда соберет зеленый Красный вот сюда Ну, станет рядом с оранжевым Не страшно Он горит очень короткий Поэтому мы здесь можем просто сделать их большее количество Так, дальше Здесь получился красный элемент Так Это мы сюда не переместим Что есть поблизости Вот Если у нас элемент здесь А здесь нет ничего подходящего Мы можем взять вот отсюда Вращая вот так Видимо опять оранжево-красное Оранжево-красное Мы можем вот сюда поставить что-то оранжевое И тогда у нас два вот этих лепестка соберутся Вращением вот этого среднего слоя Можем поместить оранжевый вот сюда Но нам нужно, чтобы оранжевый был здесь Но мы помним, как это делается Отводим все в сторону Вращаем здесь И возвращаем Получаем Красный Перейдет сюда Соберет Оранжевый сюда не изменит И этот оранжевый сюда соберет Выполняем РВ Три хода от пиф-пафа Отменяем Так, что-то собралось Движемся дальше Вот этот красный Мы должны переместить сюда Можем вот так сделать Красный встанет сюда Соберет этот Синий встанет сюда Сломает желтый Это нехорошо Надо на что-то заменить Здесь синий Надо сюда тоже что-то синее Синее где-то здесь Но оно нам разрушит Отведем в сторону Вот наша конструкция Отсюда мы переставляем сюда И отсюда я отвел наверх Для чего? Для того, чтобы вот эти элементы Вот так вот развернуть И передвинуть вот сюда Что получаем в итоге? Этот красный встанет вот сюда Соберет Вот этот синий встанет вот сюда Но здесь пока оранжевый Но то, что нужно Синим находится сверху Это мы умеем Отводим назад Поворачиваем Возвращаем Здесь вот эти моменты интуитивные Возможно, вы найдете Более оптимальные способы Я использую такие Красный сюда собирает Синий сюда собирает Белый сюда тоже соберет Очень хорошо Так Смотрим Здесь Четыре пары лепестков собраны Пойдем по кругу Здесь собраны Собраны Здесь нет Здесь нет И где-то еще должен быть И вот Осталось их всего лишь три И нам их нужно как-то правильно разместить Так Ну вот эти два рядом уже неплохо Они около диагональных уголков Так И вот так Смотрим Вот этот синий Передет сюда Соберет синий Красный Сюда соберет красный Зеленый Сюда Зеленый Сейчас нам повезло Но могло быть и не так Могло остаться два зелено-синих Но как это решается Я уже показывал Также могло потребоваться Поменять вот эти элементы местами Ну для этого мы просто берем Ставим Другой элемент На это место Отводим Вот эту конструкцию И разворачиваем Вот этот сюда То есть все Интуитивно Но В нашем случае Все удобно Все хорошо Выполняем алгоритм И возвращаем Проверяем еще раз Четыре пары лепестков Есть 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 Здесь И противоположное Все собрано Теперь перед нами Ничто иное Как обычный Мастер С Кьюб И собираться он будет Точно так же Как я уже говорил Здесь я покажу Лишь Пример сборки И основные Логоритмы Если вы не умеете Собирать Мастер С Кьюб То по ссылке В описании Вы можете найти Подробное Обучающее видео Оно имеет продолжительность Целый час И дублировать Полностью Здесь Этот материал Я не вижу смысла Видео и так Уже получается Очень длинным В Мастер С Кьюб Мы первым делом Собираем Четыре белых ребра В нужном порядке Если вот есть Бело-оранжевое ребро Напротив него Должно стоять Бело-красное Начинаем С белого цвета По традиции Значит Белая грань Будет эта Если здесь красный То справа Должен быть зеленый цвет Бело-зеленое ребро Находим ребро Здесь И Обычными Пиф-пафами Устанавливаем На место Дальше Сюда Синее Ищем Синее Оно Здесь Собрали первые Четыре ребра На центре Пока Внимание Не обращаем Дальше Важный момент Который Многие Упускают После сборки Первых четырех Ребер Нужно расставить Белые уголки На свои места Прям ориентация Их не важна Оранжевые Синие Ребра Между ними Должен быть Оранжево-синий угол Бело-оранжево-синий Вот он Располагаем Он неправильно Развернут Это не важно Дальше Здесь должен быть Бело-синий-красный Ищем его Устанавливаем Здесь должен быть Бело-красно-зеленый Он стоит на своем месте И бело-зелено-оранжевый Тоже стоит Вот эти углы Должны стоять На первом слое Неважно в какой ориентации Они должны здесь находиться Если вы этот момент Упустите То в конце сборки Не сможете справиться С углами Будьте внимательны После этого Мы собираем Оставшиеся ребра Как у Дина Куба Не разрушая при этом Уголки Первого слоя Если присмотреться То желтые углы Тоже стоят по своим местам В произвольной ориентации Смотрим Зелено-оранжевые грани Сюда нужно поставить Зелено-оранжевое ребро Вот оно Отводим в сторону Подводим слот Вставляем ребро Возвращаем на место Здесь должно быть Оранжево-синее Оно здесь Поступаем аналогично Здесь должно быть Сине-красное Находим его здесь Главное не забыть Вернуть Вот это движение Чтобы этот уголок Оставался на местах Проверяйте Пока устанавливаете Ребра Вот эти белые уголки На своих местах Сюда красно-зеленые Вот оно ребро Все пиф-пафы Делаем Из четырех ходов И возвращаем движение Так Второй слой Ребер собран И На первом Все углы На месте Решаем ситуацию Верхнего слоя У нас получается Все четыре ребра Неправильно ориентированы Делаем пиф-паф Произвольный И получаем ситуацию Когда два ребра Ориентированы Вот это ребро на месте Располагаем сзади И выполняем Еще один пиф-паф Так Все ребра Собраны Причем Проверяем Все углы Тоже стоят На своих местах Произвольной ориентации Далее Как на кубике Иви Собираем Вот эти квадратные центры Есть белый Готов Дальше Сюда нужен Красный Он удобно С лепестком Вот с этим Располагается Не хочется рушить Поэтому я сделаю Вот так Так И у нас уже Пара лепестков На месте Дальше Оранжевый На месте Ну Остается Вот эти Дособрать Так Центры Готовы Теперь Собираем Лепестки У мастер С куба Они уже Спарены Просто их Переставляем Напомню Как выглядит Алгоритм Для перестановки Лепестков У нас делается Setup Move Потом Flip И отменяется Setup Move Flip Делается Следующим Образом Правый Пиф-паф Перехват Y Z Левый Пиф-паф Flip Разворачивает Два Вот этих Лепестка И два Вот этих На собранной Головоломке Этого Не видно Rex Coup Это первая Головоломка Где этот Принцип Используется Но Если мы Сделаем Setup Move Какой-то То мы Сможем Поменять Два Вот этих Лепестка Y Z И если Отменить Setup Move То вот Два Лепестка Поменялись Какие Упрощения И ускорения Я использую Первое Если мы Делаем Flip То В серединке Между Пиф-пафами Есть Перехват Правый Пиф-паф Далее Два Перехвата Можно Заменить Вращением Головоломки По часовой Стрелке Вот таким У нас Верхняя Грань Становится Правой Правой Левой А левая Верхней После чего Мы делаем Левый Пиф-паф Также Насчет Setup Move Если мы Setup Move Делаем На себя В данном Случае R' Потом Выполняем Flip То для того Чтобы отменить Setup Move Не надо Перехватывать Головоломку Нужно Просто Вращать Левый Угол Мы Изначально Вращали Правый На себя Значит Левый Нижний Тоже На себя Если Было бы Правый От себя То Получилось Бы Левый Тоже От себя Это Значительно Ускоряет Сборку И упрощает Ее Также На основе Этого Алгоритма Будут Пользоваться Более Сложные Если Вы Хотите Посмотреть На них Подробно То Все Это Есть В Обучающем Виде По Мастерск Тюбу Давайте Начнем Собирать С белой Грани Видим Вот Здесь Белый Элемент Который Можно Поменять Вот С этим Синим Но Тогда Синий Пойдет На Зеленую Грань Что Не Очень Хорошо Если Другой Другого Нет Давайте Что То Еще Красная Грань Почти Собрана Красный Можно Поставить Вот Сюда Делаем Setup Move R Делаем Flip Сетап Move Был R Поэтому Отменяем L Вот У нас Собраны Три Элемента Дальше Смотрим Белый Желтый Вот Этот Желтый Можно Поставить Вот Сюда R Сетап Move Делаем Flip И Отменяем На себя Дальше Сразу Видим Вот Эти Желтые Синие Очень Удачно Можно Поменять Сразу Два Лепестка Станут На Свои Места R Делаем Flip Отменяем Дальше Ну Пока Оставим Красный Зеленый Вот Синий Можно Переставить Сюда Так Что Еще Вот Этот Зеленый Добно Поставить Вот Сюда И Извлечем Синий R И Flip Так Дальше Смотрим Белый Можно Поставить Сюда Зеленый Вот Этот Зеленый Хорошо Встанет Вот Сюда На Себя И Flip Отменяем Дальше Красный Неудобно Белый Тоже Ну вот Белый И оранжевый Пришло Время Что-то Посложнее Использовать Делаем Такой Сетап Move И Еще Один Сетап Move R После Чего Flip Отменяем Один Сетап Move И Отменяем Второй Сетап Move Проверяем Все Ребра На Местах Так Вот Этот Белый Желтый Поменяем Так Можем Дособрать Красный Так Белый Где у нас Белый Далеко Давайте Оранжевый Сюда Переместим Так Так Такой Белостом Дальше Этот Зеленый Синий Поменяем Синий Оранжевый Что остается Белый И зеленый Ну Стоп Move Один И Стоп Move Второй Отменяем Один И Отменяем Второй В итоге Получаем Что Лепестки Собраны Остается Собрать Только Углы Для Перестановки Углов Мы будем Использовать Три Пиф-пафа Посмотрим Что делают Три Пиф-пафа На обычном Скиюбе Пиф-паф Вот такие Один Пиф-паф Второй Пиф-паф Третий Пиф-паф Мы видим Что поменялись Два Вот этих Угла И два Вот этих Угла Для Перестановки Всех Углов На свои Места Потребуется Применить Данный Алгоритм Один Или Два Раза Находим Угол Который Не на Своем Месте Бело Синий Красный Смотрим Какое Место Напротив Него Желто Оранжево Синее Оно Ему Не Подойдет У нас Перестановка Идет По Диагонали На Этой Грани Здесь Бело Зелено Оранжевая Тоже Не подойдет Следующий Бело Синий Красный Здесь Подойдет Этот угол Встанет сюда Угол Отсюда Переместится Сюда Здесь Желто Зелено Красное Место Желто Зелено Красный Уголок Заодно Переставится Два Нижних Выполняем Три Пиф-пафа Один Второй Третий Угол На месте Угол На месте Вот эти Два Как стояли Так и стоят Их Комбинация Не задействовала Теперь Находим Еще Какой-то Уголок Который Стоит Не на Своем Месте Бело Красно Зеленый И Разполагаем Напротив Него Его Место Бело Красно Зеленое Мы могли Бы Предположить Что Можно Его Переставить Сюда Но Здесь Бело Оранжево Синее Место Не его Но Так же Как И Здесь Располагаем Напротив Уголка Его Место Проверяем Здесь Желто-синий Красный Уголок Встанет Сюда На свое Место Выполняем Три Пиф-пафа Ну и Проверяем На Белой Грани Правильно Стоит Правильно 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 На Желтой Тоже Все Уголки На Своих Местах Но Они Ориентированы Неправильно Остается Разворачивать Уголки На Своих Местах Я Сейчас Покажу Два Споспа Для Этого Выбирайте Любой Из них За Одно Применение Можно Один Уголок Развернуть По Часовой Стрелке Другой Уголок Против Часовой Стрелки Для Первого Споспа Необходимо Эти Два Уголка Расположить Снизу Причем Тот Уголок Который Нужно Развернуть По Часовой Стрелке Должен Быть Слева Другой Должен Быть Справа Из Такого Положения Мы Выполняем Flip Делаем Перехват Z Y Штрих Делаем Flip Еще Раз И Уголки Разворачиваются Другой Способ Более Длинный Но Не Содержит Перехват Он Также Один Угол Разворачивает По Часовой Стрелке Другой Против Но Нужно Располагать Сверху Один Перед Собой Другой Сзади Если Уголок Который Находится Перед Нами Нужно Развернуть Против Часовой Стрелки То мы Делаем Три Пиф-пафа И Поворачиваем Вот этот Уголок По Часовой Делаем Три Пиф-пафа Один Пиф-паф Второй Пиф-паф Третий Пиф-паф Поворачиваем Уголок По Часовой После Чего Делаем Еще Три Пиф-пафа Пиф-паф 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 Повар Поворачиваем Против Часовой И Наоборот Ну а в конце Делаем Движение Обратное Тому Которое Было После Трех Пиф-паф Я В своих Сборках Использую Первый Способ Что По Первому Способ Что По Второму Максимально Можно Применять Этот Алгоритм Четыре Раза Как раз У нас Все уголки Неправильно Ориентированы И за Четыре Применения Мы их Все Развернем В нужное Положение Если Мы не Будем Ошибаться То за Четыре Применения У нас Это Получится В противном Случа Потребуется Делать Больше Повторений Находим Уголок Который Нужно Развернуть По Часовой Стрелке Этот Против 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 Этот По Часовой Напротив Него По Часовой Ну Находим Один Который По Часовой И Напротив Него Располагаем Тот Который Против Часовой Вот Этот По А вот Этот Против И Выполняем Алгоритм Я использую Первый Так как Он Быстрее И Меньше Движений Делаю Флип Перехват Z Y И еще Один Флип Так и два уголка У нас уже правильно Развернулись Нахожу еще уголок Который нужно Развернуть По Часовой Стрелке Они Видимо Желтые будут Вот этот По Часовой И вот этот Против Часовой Опять Слева Тот Который По Часовой Справа Тот Который Против Выполняем Флип Перехват Z Y И еще Один Флип Так Так Четыре угла Правильно Ориентированы Этот угол По Часовой Этот Против Часовой По Против Делаем Флип Перехват Z Y Штрих И еще Один Флип И последние Два Уголка Давайте Ради Интереса Соберем Более Длинным Способом Располагаем Их Сверху Вот этот Белый Уголок Нужно Развернуть Против Часовой Стрелки Поэтому После Трех Пиф-пафов Мы Сделаем Поворот По Часовой Делаем Трех Пиф-пафа Делаем Поворот По Часовой Стрелке Еще Трех Пиф-пафу И отменяем Поворот Элитный Скиуб Собран По итогу Можно сказать Что Элитный Скиуб Это Очень Интересная И не Совсем Простая В сборке Головоломка Здесь Несколько Типов Элементов И все Не Собираются Интересно Я рекомендую Приступать К такой Головоломке Ну Не ранее Чем Вы Освоите Что-то Подобное Мастер Скиуб Иначе Будет Очень Тяжело Было Бы Интересно Посмотреть На Головоломку С большим Количеством Слоев Но Пока Это Самый Большой Скиуб Который Есть В Серийном Производстве Тренируйтесь И все У вас Получится А на Этом Все Всем Спасибо Всем Пока